Добрый день, дорогие друзья! С вами я, Мерсина Турецкая. Сегодня продолжение разговора о получении нами вида нажительства в Турции, продлении вида нажительства в Турции. Почему я сегодня хочу дополнить свой рассказ, который был ранее? Потому что поступает много вопросов и само обсуждение тоже требует каких-то действий с моей стороны. Как я говорила, страховка, которую мы оформляем для этого ВНЖ, начинает действовать через полгода. Но при экстренных случаях, когда необходимо прям срочная госпитализация или еще что-то, когда мы как бы как скорую помощь вызываем, она действует. Но опять же на усмотрение страховой компании. И когда пройдет полгода, то какие-то заболевания можно по этой страховке тоже полечить. Опять же, это все в клиниках, где огромные очереди. Попасть туда невозможно. Поэтому надеяться на эту страховку медицинскую, на этот медицинский полюс, надежды очень мало. Ее фактически нет. Легче обратиться в частную клинику. Там будет сразу все очень быстро сделано, как бы оперативно. И будет оказана помощь необходимая вам. И вы получите полностью весь спектр услуг медицинских за краткое время. А не будете ждать эту очередь и выжидать, когда же вас все-таки врач примет. По поводу подачи документов за два месяца до окончания вида нажительства. Многие наши знакомые зациклились на том, что мы теряем эти два месяца. Раз мы идем в ГЕОЧ за два месяца, оформляем страховку, за два месяца рандеву назначаем, значит мы теряем два месяца. Это большое-большое заблуждение. Никаких двух месяцев мы не теряем. Что происходит за два месяца до окончания вида нажительства? Вы оформляете страховку по окончанию той страховки, которая у вас есть на сегодняшний день. Вот наша страховка заканчивалась 5 января 2024 года. И вот следующую страховку мы оформили с 4 января. Вот накладка была один день с 4 января по 3 января 2026 года. То есть мы же вид нажительства получили на два года. Два года нам дали. 24-й, 25-й и 25-й, 26-й. Вот 24-й с января 24-го по январь 25-й. И с января 25-го по январь 26-го. Вот на два года нам дали вид нажительства. И страховку мы, естественно, оформляли на два года. И ровно по дате оформления нашей страховки нам дали вид нажительства. Но поскольку это продление, там всё должно совпадать. Дата к дате должна совпадать. Там не должно быть никаких перерывов. Если вы будете сами оформлять страховку на сайте e.com.segurta.com То при её оформлении вы будете созваниваться со специалистом. И она вас спросит, когда у вас первоначальная страховка заканчивается. И с какого числа вы должны оформить вот эту страховку на продление. Ошибки там быть не должно. Просрочек по датам при оформлении медицинской страховки на оказание вот этих неотложных медицинских услуг быть не должно. И вот эту консультацию вам даст специалист, который с вами свяжется на этом сайте. Там есть телефоны. И она же дает дополнительные скидки. Кому что-то непонятно, посмотрите мой первый ролик. Продление нашего ВНЖ. Трудности при продлении ВНЖ в Турции. Кто-то из подписчиков написал, что получение ВНЖ в Турции это привилегия. А не условия самого покупателя. То есть покупатель, когда покупает квартиру, не может ставить условия. Я куплю у вас квартиру, но вы мне дайте ВНЖ. Хотя, наверное, в Турции все возможно, поскольку здесь вот этот вот рандом существует. То есть индивидуальный подход к каждому человеку. Поэтому нельзя сказать, что это не является привилегией или требованием самого покупателя, а привилегия от государства. Но это является обязательным условием для получения вида на жительство. Единственным условием, которое логичнее всего вытекает, когда вы приобретаете квартиру. Понятно, что если вы приобрели здесь квартиру, значит вы будете находиться в этой квартире, жить, пользоваться. И вам необходимо оформить вид на жительство в Турции. Некоторые подписчики писали, что жалко нас тут, кто в Турции живет. Тут власти постоянно нас душат и душат. А потом нам приходится приспосабливаться и выкручиваться. В общем, мы тут бедолаги. Я написала, что не все так плачевно. В других странах гораздо сложнее условия для получения вида на жительство. Вот. И, конечно же, это был наш продуманный, осознанный шаг. Как написал один из подписчиков. Что, конечно, мы не под принуждением покупали здесь недвижимость. А для того, чтобы мы здесь купили недвижимость, мы, наверное, сначала подумали, приехали, посмотрели, подходит ли нам Турция, не подходит. И потом только совершили вот этот обдуманный шаг. Хочу рассказать, что от наших знакомых поступали неоднократно вопросы по поводу вот этих двух месяцев. И вот всех интересует, почему надо за два месяца, почему нельзя за месяц, почему там нельзя за две недели, или за неделю, или вообще прийти в тот день, когда у вас закончилось это ВНЖ, и потом вот потребовать, чтобы вам продлили. Друзья, нельзя, понимаете, нельзя. Потому что, если вы придёте даже за две недели до окончания вашего вида нажительства, уже вам власти откажут в продлении, и вам нужно будет всё сначала оформлять. Вот каким образом это будет, я не могу сказать, но с нами сидела женщина, которая, не зная о том, что нужно за два месяца приходить, пришла за две недели до окончания вида нажительства. И ей сказали, всё, обновляйте заново. Что обновляйте заново? Я не знаю, что можно обновлять заново. Вроде бы как мы будем рассматривать именно как первоначальную, как будто бы вы первоначально подаётесь на ВНЖ. Отказали ей, по-моему, знаете в чём? Ей не в два года дали, а год. Вот в сроках она проиграла. Поэтому, чтобы не проиграть в сроках, нужно обращаться за два месяца. Вернее, как за два месяца? Вот смотрите, что значит за два месяца? Опять, это вот большой опять вопрос какой-то непонятный. За два месяца вы подаёте на рандеву, вот смотрите, когда есть место для того, чтобы с вами провели встречу. Вот вы записаться должны на это рандеву. Потому что вот ваша, та, которая у вас была, анкета, она фактически будет повторяться. Что там в анкете в этой изменится? Если вот у вас паспорт, с паспорта было всё нормально, там он на 10 лет, предположим, вам выдан. Что в этой анкете поменяется? Ну что-то может поменяется, там страховку может другую, медицинскую впишут. А так вся вот эта вот основная как бы информация, которая будет в анкете, она вся остаётся. И вот эту анкету отправляют, получается. И по этой анкете вам дают дату рандеву. И вот это нужно сделать за два месяца. Вот начиная с даты два месяца, можно уже на рандеву записываться. Раньше нельзя, ну, не разрешит вот эта вот сама система вас записать на рандеву. А вот именно за два месяца разрешит. Поэтому как только у вас наступает срок два месяца до окончания ВНЖ, всё, вот в этот срок вы должны там начинать уже. Там не говорю, что прям вот дата в дату. Вот если вы на один день не опоздаете, то всё. Нет, не говорю так. Вот как только заканчивается два месяца, и вот после этого вы начинаете собирать документы, уже можете собирать справки, оформлять страховую, медицинскую страховку. Всё это нужно уже делать, подаваться на рандеву и ждать. Вот, и ждать срока рандеву. Неважно, когда вам назначат это рандеву. Вот у нас же получается, как вот было. У нас два месяца до окончания, это было 5 ноября. Потому что у нас ВНЖ было по 5 января 24 года. А 5 ноября, это как раз было два месяца до окончания нашего, вот этого вида нажительства. Вот, давайте почитаем обратно, да? Ноябрь, декабрь, декабрь, январь. Всё правильно. С 5 ноября до 5 декабря, и с 5 декабря по 5 января. Это два месяца до окончания нашего ВНЖ. Мы думали, сидим таки и думаем, наверное, нам должно прийти какое-то смс-сообщение о том, что, друзья, у вас через два месяца заканчивается ВНЖ, начинайте собирать документы. И вот так мы думали неделю. Через неделю наступило какое-то 12 или 13 ноября. А где? И вдруг я вспоминаю, говорю, а где это смс-сообщение, что у нас через два месяца заканчивается ВНЖ? Никакого смс-оповещения о том, что у вас заканчивается ВНЖ, и вы должны принять решение, то ли вы будете его продлять, то ли вы не будете продлять, никакого смс-сообщения вы не получите. Вы сами должны помнить, что за два месяца вы должны уже обращаться или к помогайке, которая вам поможет оформить анкету и направит ее в ГЕОЧ, значит, службу, да, по работе с мигрантами. Или вы сами будете это делать, начиная вот за два месяца. Итак, наступило 13, по-моему, ноября. Мы вспоминаем о том, что нам, оказывается, уже, даже уже меньше двух месяцев наступает. И мы звоним нашей помогайке, она вам говорит, да-да-да, все-все-все, давайте все, все мне документы, там опять вот этот вот список, который я вам говорила в первой передаче, в первом ролике, мы это все собрали и отдали. Мы это все быстро собрали, потому что это все было повторение, повторение того, что было до того. Поэтому все, что мы повторили, фактически все, у нас все документы уже были на руках. Оформили мы медицинскую страховку, тоже ей отправили, и нам рандеву назначили на 23 ноября. Мы уже сидели в Гетче 23 ноября. Все. Это уже оставалось до нашего окончания, вот этого вот ВНЖ оставалось, меньше уже двух месяцев, там месяц с хвостиком оставался, ну, пускай полтора месяца. Все, мы уже сидели в Гетче, у нас уже все документы были. Но не значит, это не говорит о том, что вам в Гетче дадут на полтора месяца меньше, или на два месяца меньше. Нет. Вот у вас приняли документы, и продление вы получите после окончания вашего вида на жительство. То есть у нас вид на жительство заканчивался 5 января, все продление мы получили там с 4 января. С 4 января 24 года по 3 января 26 года. Поэтому вы не теряете ни одного дня, ни одного месяца. Если вы пойдете за 2 месяца раньше, вы наоборот, во-первых, себя успокоите, что у вас уже на руках-то бумажное ВНЖ у вас уже будет, такая как справка, понимаете. Они же, когда вы выходите от них, у вас уже на руках есть на А4 распечатанное ваше ВНЖ. Если оно одобрено, то оно одобрено. Вам распечатано и дано в руки. А сам пластик приходит только после, вот когда у вас дата наступает. То есть бумажку вам сразу дадут. То есть мы получили эту бумажку, 23-го мы были, нам сказали, помните, да, донести еще что-то. Мы там донесли. Как сейчас помню, нам нужно было со справкой разобраться, там подпись человек не поставил. И распечатать цветную копию того, что мы заплатили за электроэнергию. Мы это вот принесли 24-го. На рандеву мы были 23-го. 24-го мы принесли эти документы и принесли квитанции об оплате налогов. Все. И как только мы зашли, без очереди он сказал, приходите без очереди. Вот мы к нему зашли. Он у нас эти документы забрал, еще раз все проверил и дал нам уже бумажечку. И бумажечку, а документик, да? Документик, где было написано, что все, у вас продление идет, да? Вот. Вот такое же все самое, только на бумажке. С подписями, с печатями, все как положено. Когда вот некоторые блогеры говорят, нам отказали, я не понимаю. Вот они заплатили налоги. С какого перепугу-то они налоги заплатили? Если, например, нам не отказали, нам сказали сразу, идите платите налоги, все, мы вам одобряем. То есть, у нас уже одобрение сразу идет. А у них как-то странно получилось. Я согласна, что они медицинскую страховку купили. И вот там они деньги потратили. Я согласна, да. Но там ее можно сдать. Но как они заплатили налоги, я вот, я не могу этого понять. Ведь чтобы заплатить налог, вам вот этот вот специалист на рандеву должен сказать, сколько вы должны заплатить налога. Он дает маленькую такую бумажечку, где написано сумма налога, с которой вот идешь в кассу и там уже показываешь, вот такая вот у меня налоговая сумма получается. Как? А тут я, получается, смотрю некоторых блогеров, а вот плакались, да, блогеры с Прибалтики. Не с Прибалтики, ну да, с Прибалтики, получается, с Эстонии, что они потратили много денег впустую. Как они потратили? Они сами, что ли, этот налог пошли заплатили? Я ничего не могу понять. То ли они все это в электронном виде делали, абсолютно не записывались на рандеву, у них не было встречи. Я не могу этого понять. То есть, как они потеряли деньги? Непонятно. Вот сама ситуация непонятная. Может, там, в Алане, там, другие какие-то законы. Вроде бы, как все одинаковые. У всех все одинаково. Записываешься на рандеву, идешь, приходишь, отдаешь все документы, если у тебя продление. Тебе, если одобряют, значит, тебе дают бумажечку, где ты должен идти налог заплатить. Если не одобряют, значит, не одобряют сразу. Сразу не одобряют. А если одобряют, уже дают документ на А4, распечатанный. И там написано, что у вас продление идет, вот у нас до 26 года. Теперь, значит, были вопросы о том, как нам принесли вот эти вот, или где мы их сами ходили, получали, или что мы с ними, как мы их получили. Потому что, я же говорю, у нас рандеву закончилось 23 числа. 24 числа мы донесли документы, ноября. Все, и мы сидели ровно, сидели декабрь, все, со спокойной душой, причем сидели, потому что у нас уже на бумажном носителе уже продление было. Мы только ждали пластик. Что с пластиком? Наступил январь месяц, пластик у нас уже все получается, обнулился. Мы ждем пластик. Мы никуда не уходим, сидим дома. Нам сказали в Гетче, что поскольку у вас продление, вам пластик принесут через 2-3 дня. Его быстро принесут, не так, как вот когда вы только-только оформились, там нужно ждать 2 недели, там потом его приносят. Ну и как бы там так сказали, мы ждем, сидим 2-3 дня. Вот, проходит 2-3 дня, никакого пластика нет, мы уже запереживали, думали, да что же это такое, ну нету ничего, сидим дальше, все сидим. Потом пришло нам смс-сообщение, это было 10-го числа, то есть прошло сколько дней? да, где-то 6 дней получается прошло, и нам пришло сообщение, вот такого вот характера, с почты Турция, свидетельство, разрешение на иммиграцию, выданное на ваше имя, было принято 10-го января, со штрих-кодом таким-то, и будет доставлено вам как можно скорее. Вот эта почта нам прислала, такое смс-сообщение, все. После того, как мы его получили, мы вообще успокоились, то есть на почту уже наша, наша комет, кемлик, уже поступил, осталось только дождаться, чтобы его принесли домой. 13 января, где-то часов 12 дня, нам принесли наши вот эти кемлики, так что имейте ввиду, что в субботу, хотя сама почта не работает, но кемлики разносят, поэтому надо сидеть, да, не уходить никуда. Все, на этом вот история закончилась, мы вот сейчас сидим, все спокойно, у нас, да, продление на 2 года. Вот эта карточка, она может и кемлик называться, так и и комет, потому что у них здесь вот название есть и комет, и еще есть, тут же встречается, и вот кемлик буквально ниже. Что сейчас происходит? До нас только доходят слухи, что сейчас на самом деле перестали выдавать вообще, даже продление давать на 2 года, ужесточили как-то это все. Кому отказывали, если вот продление, вы напишите в комментариях, чтобы хотя бы мы знали, кто так пострадал-то, от того, что вот отказали на продлении. Причин отказа в продлении ВНЖ может быть несколько. Во-первых, сам паспорт, который у вас, загранпаспорт, если он у вас заканчивается за полгода до окончания вашего вида на жительство, то есть, если у вас, например, планируемый вид на жительство у вас бы закончился в январе 26 года, а паспорт действительно до февраля 26 года вам не дадут ВНЖ на 2 года, он должен еще полгода быть действителен. То есть, это так должно быть, например, вот ВНЖ до 26 года, до января, значит, паспорт должен быть действителен до июля, до 7 месяца 26 года. Вот тогда дадут. То есть, полгода еще паспорт плюсом должен быть действителен. Это первая причина, чаще всего, мне кажется, которая встречается при отказе ВНЖ. Вторая причина, это нарушения, нарушения, которые были зафиксированы за человеком. Что может быть в эти нарушения входить? Штрафные какие-то вещи. Может быть, не вовремя там с машинами, если человек с машиной, да, что-то, может быть, не сказал вовремя там, не поставил вовремя, не оповестил, часто уезжал, был в стране меньше, чем, вот, получил вид на жительство и отсутствовал, а потом пришел еще продляться. Его фактически не было. Зачем вообще это делать? Это тоже может быть причиной отказа в продлении вида на жительство. Вот. Он там по правилам вы можете отсутствовать в году. Что-то три месяца или четыре месяца вы можете отсутствовать. А все время вы должны здесь находиться, раз вы получили ВНЖ. Конечно, отказом, причиной к отказу может быть несвоевременная уплата коммунальных услуг, за коммунальные услуги, если у вас долги. Какие-то другие нарушения. Все это приводит к тому, что два года ВНЖ вы не получите. Были такие случаи среди наших как бы знакомых, что не давали на два года, только на год. Поэтому, когда вот плачутся и говорят, что хотели на два года, а дали на год, или хотели на год, а дали на полгода, везде нужно искать подводные камни, везде какие-то какие-то есть причины того, что отказывали. В общем, каждый случай индивидуален. Просто так, мне кажется, не должны отказывать. Если все как бы человек соблюдал, не выезжал, нигде не был замечен, не нарушал. так что тут такая ситуация непонятная. Но если у кого-то такое вот было, что отказали, то да, напишите, интересно. И не забывайте про эти два месяца. А на этом я прощаюсь с вами. Всего хорошего. Пишите комментарии. Оставайтесь на моем канале. Подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока. И хорошего настроения. До новых встреч. Всего-всего самого наилучшего. До новых встреч.